Господняя молитва 6 глава 9, 13 гласит «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах! Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Многие ошибочно полагают, что эти слова должны быть молитвой, которую мы должны произносить слово в слово. Некоторые люди воспринимают Господнюю молитву почти как магическую формулу, как будто бы сами слова имели некую особую силу или влияние на Бога. Библия учит нас противоположному. Бог намного больше заинтересован в происходящем в наших сердцах во время молитвы, нежели в наших словах. Матфея 6, 6 учит нас. «Ты же, когда молишься, войди в комнату Твою и, затворив дверь Твою, помолись Отцу Твоему, который втайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно». Седьмой стих продолжает. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». В молитве нам следует изливать свои сердца перед Богом. Филиппийцам 4 глава 6, 7, а не просто пересказывать ему заученные слова. Господняя молитва должна восприниматься как пример, образец того, как следует молиться. Господняя молитва учит нас молиться. Она дает нам составляющие, которые должны входить в молитву. Отче наш, сущий на небесах, учит нас, кому обращать свои молитвы, к Отцу. «Да светится имя Твое», говорит нам поклоняться Богу и славить Его за то, кем Он является. Фраза «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле», как на небе напоминает нам, что мы должны молиться о Божьем плане в нашей жизни и во всем мире, а о наших собственных планах. Мы должны просить, чтоб исполнилась воля Божья, а не наше желание. Нам следует просить Бога о вещах, в которых мы нуждаемся, так «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, указывает нам на исповедание наших грехов перед Богом и отвращение от них, а также на прощение других, как Бог простил нас. Заключение Господней молитвы «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Это мольба о помощи в достижении победы над грехом и просьба о защите от нападок дьявола. Итак, еще раз, Господняя молитва – это не молитва, которую мы обязаны заучивать наизусть и повторять Богу. Это только пример того, как нам следует молиться. Есть ли что-нибудь плохое в запоминании Господней молитвы? Конечно же, нет. Есть ли что-то плохое в повторении ее Богу? Нет, если мы вкладываем наше сердце в нее и действительно подразумеваем то, что говорим. Помните, в молитве Бог намного сильнее заинтересован в том, чтобы мы обращались к Нему от всего сердца, нежели в конкретных словах, используемых нами. В послании к филиппийцам 4 глава 6-7 говорится «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Редактор субтитров А.Семкин